Всем привет! Сегодня мы посмотрим на новое зарядное устройство от компании Eochine. Называется оно Gemini 2100. Здесь два порта по 80 ватт, то есть фактически мы имеем два 80 ваттных зарядных устройства в одном корпусе. Давайте ближе посмотрим на характеристики. Итак, у нас поддерживается два вида питания. Переменный ток 100-240 вольт и постоянный ток от 11 до 18 вольт. Дальше у нас тут мощность 80 ватт при зарядке и 5 ватт при разрядке. Сила тока заряда максимальная 7 ампер и ток разряда 1 ампер. Зарядка поддерживает никель-кадмиевые никель-металлогидридные аккумуляторы от 1 до 15 банок. Также литий-полимерные аккумуляторы от 1 до 6 банок. И свинцовые аккумуляторы от 2 до 20 вольт. Вес зарядного устройства 400 грамм и размеры 136 на 127 на 56 миллиметров. Ну что, давайте откроем коробку и посмотрим, что внутри. Внутри мы находим инструкцию. Она на индийском языке, иллюстрированная. Можно будет очень легко разобраться. Вот само зарядное устройство, очень удобный форм-фактор. По бокам у нас находятся вентиляторы системы охлаждения. Здесь у нас есть возможность подключения температурных сенсоров. Вход переменного тока и постоянного тока. Собрано, все отлично. Проверим кнопочки. Странно. Вот первые три кнопки нажимаются, а четвертая не щелкает. Ладно, чуть позже включим, посмотрим, работает ли она. Дальше мы находим провода для подключения зарядного устройства к аккумулятору. Здесь есть крокодилы, можно без проблем подключиться к какому-то источнику питания. Также у нас есть обычный силовой кабель для розетки. Здесь американская вилка. Ну и есть переходник. Здесь у нас два силовых кабеля для аккумулятора. и два таких вот балансировочных блока. Это все, что есть в коробке. Давайте включим зарядное устройство, посмотрим, работает ли она. Итак, зарядное устройство включилось. Здесь у нас кнопка переключения между портами. Первый, второй. Давайте проверим, работает ли четвертая кнопка. Да, она работает, но реагирует она на касание, а не на нажатие. Прям как сенсорное. Это однозначно что-то не так с кнопкой, но скорее всего это проблема конкретно взятого экземпляра. Ну да ладно, ничего страшного. Так, вот у нас есть программа для зарядки LED полимерного аккумулятора. Зарядка, балансировка, быстрая зарядка, режим хранения, разрядка. Есть возможность у нас измерения напряжения аккумулятора по банкам. Есть возможность изменения настроек зарядного устройства. Можем выбрать тип аккумулятора, литий-ионный, литий-полимерный, литий-фосфатный. Можем задать время проверки. Можем задать чувствительность для никель-металлогидридного аккумулятора, для никель-кадмия. Есть у нас возможность установки максимальной температуры, при которой будет выключаться зарядное устройство. Но для этого нужны дополнительные температурные сенсоры. Здесь мы можем указать время простоя аккумулятора во время зарядки-разрядки. Дальше у нас есть таймер безопасности, то есть мы можем указать время, после которого зарядное устройство у нас выключится. Дальше у нас есть возможность ограничить количество залитых мАч. Можем выключить звук нажатия клавиш и сигнализацию. Здесь можем указать ограничение по входящему напряжению. И это очень хорошо, потому что когда у нас зарядное устройство в поле подключено к автомобильному аккумулятору, это не позволит его полностью разрядить. Это у нас серийный номер зарядного устройства. В этом меню мы можем загружать предварительно сохраненные настройки. Всего у нас есть 5 ячеек памяти. В этом меню можем сохранять необходимые настройки. Здесь у нас программа зарядки свинцового аккумулятора. Есть зарядка и разрядка. Здесь у нас программа для зарядки никель-кадмиевых аккумуляторов. Зарядка, разрядка и цикла зарядки-разрядки. Программа для зарядки никель-металлогибридных аккумуляторов. Здесь тоже самое. Зарядка, разрядка и циклы. Вот и все. Давайте проверим, как у нас работает измеритель напряжения аккумулятора. Продолжение следует... Разъем на силовом кабеле у нас T-коннектор. Подключили аккумулятор, нажимаем на кнопку старт. Вот зарядное устройство нам показывает напряжение аккумулятора по банкам. Отличная функция. А сейчас я буду заряжать этим зарядным устройством различные аккумуляторы. Чуть позже сообщу вам, какие реальные токи может выдавать это зарядное устройство при зарядке двух, трех, четырех и шестибаночных аккумуляторов. Ну что, при зарядке двухбаночных аккумуляторов ток был такой же, как и заявлен производителем 7 А. При зарядке трехбаночных аккумуляторов ток составил 6,5 А. При зарядке четырехбаночных аккумуляторов ток был 4,5 А. При зарядке шестибаночных аккумуляторов ток составил 3,5 А. Зарядные устройства достаточно точные, заряженные им аккумуляторы я проверял на других зарядных устройствах Торнеджек, УСА-6 и Аймакс-B6 И различные датчики и анализаторы показывают то же самое напряжение Работой зарядного устройства Gemini 2100 я остался доволен Также мне очень понравился его необычный форм-фактор За счет того, что оно узкое, но высокое, оно не занимает много места на рабочем столе Здесь простое и понятное меню Оно такое же, как в Торнеджек, УСА-6 и Аймакс-B6 Разобраться в нем очень легко Если у вас возникло желание приобрести данное зарядное устройство, ссылка будет в описании под видео А на сегодня все, не забываем подписываться, ставить лайки и до встречи в следующих обзорах Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok